Ангел Агонии Ангел, служивший Иисусу на кресте Ангел Агонии служил Иисусу, когда Тот был на кресте. Ангел Агонии и Его легионы воодушевляют и поднимают дух тех, кто сгибается под грузом креста личной и планетарной кармы. Он служит примером деятельности многих ангелов, служащих страдающему человечеству. Этот ангел просит упоминать его имя, когда мы молимся о тех, кто страдает. Я молюсь о том, чтобы вы, вознося молитвы Отцу нашему во имя Христа, и я есмь то, что я есмь, не забывали призывать меня от имени тысяч страдающих на земле людей. Призывайте меня, и тогда я смогу послать легионы ангелов к тем, кто ждет не дождется появления Господа своего. Я прошу вас делать призывы за всех, для кого настал час ухода с экрана жизни, и кто страдает, неся личную и планетарную карму. Молиться за всех, кого небесные ангелы и владыки кармы должны принять в этот час последних страданий. Так призывайте же нас, чтобы мы смогли встать и воодушевить этих благословенных видением эфирных храмов, городов и обителей, чтобы подбодрить их перспективой их будущей жизни, где-то в глубине души поселить радость и понимание, что страдание несет также восстановление равновесия в жизни и возможность для других жить и победить. В дополнение к этому, я прошу вас призывать наши легионы ангелов, чтобы утешить тех, кто стоит у креста, наблюдая переход любимых, ибо мы позаботимся и о всех тех, кто разделяет страдания проходящих это посвящение. Ангел Агонии и его легионы приходят, чтобы дать отпор духам смерти, которые мучают победителей в час Агонии, а также, чтобы воодушевить тех, кто проходит посвящение. Я хочу, чтобы вы поняли, что даже в час ужасных страданий, когда телесный храм испытывает боль, в душе и в сердце живет радость, и радость эта все расширяется и расширяется и расширяется, пока все силовое поле Сына Бога не становится копией центрального Солнца прямо в разгар Агонии распятия. Меня называют Ангелом Агонии, и я прихожу со своими легионами воодушевить тех, кто сгибается под грузом креста личной и планетарной кармы. Мы приходим к смелым, кто приветствует ангелов Майтреи радостным. Да, я пройду посвящение, да, я сделаю следующий шаг, каким бы он ни был. Я готов, Господи, ибо у меня есть воля, чтобы победить смерть и ад в этой моей жизни, победоносной и торжествующей. Ангел, внимающий благодати Ангел, внимающий благодати, принадлежит к отряду ангелов, которые пришли ныне, чтобы ответить на нужды человечества. Я есть ангел, внимающий благодати, присутствие внутреннего голоса, Дух Бога, приближающийся к человечеству в этот час преодоления. Я один из тех многих, кто был направлен в пламенном присутствии закона любви, чтобы служить людям, стремящимся познать истину, получить ответы на все жизненные почему и для чего. Мы приходим в пламенном присутствии того, чей Дух и сама сущность приближаются к пламени сердец и к душам человечества. Мы ангелы Святого Духа, ангелы присутствия, самой сущности жизни. Мы приходим в бесчисленном количестве, ибо нужда велика. Велико желание Бога поместить существо и душу людей в матрицу внутренней реальности. Поэтому мы говорим во внутреннее ухо слова одобрения, надежды, побуждая душу добиваться того, что достойно. Мы ангелы Священного Огня. Нам известно почти бесконечное количество мыслей, чувств, уровней сознания в конечной человеческой форме. Мы видим, что многие уровни человеческого существа должны быть определены, и темные уровни удалены с помощью Огня. Только Огонь Бога может разрешить дилемму этого века. Только Огонь Бога может, как игольчатый луч, проникнуть в землю и в сознание людей, чтобы удалить энергии вредителей, загрязняющих сознание человечества. Посему живите надеждой на вечное присутствие. И поймите, что это присутствие всецело способно, не нарушая закона космоса, индивидуализировать себя в виде ангелов, внимающей благодати, ангелов, пастырства и служения ангельских легионов космической иерархии. Итак, мы являемся присутствием и вполне реальной помощью. Поэтому, будучи пламенными духами Огня, мы можем служить очистителями электрода и решетки сознания. Мы способны пройти сквозь плотность сознания и объединить молекулы, чтобы в совершенстве исполнить работу привидения, сонастрой вашего существа. Мы можем собрать энергию электрона, мы можем собрать энергию клетки, дабы сделать вас цельными. Ангел Воскресения Ангел Воскресения – один из соответствующего отряда ангелов, который служит свету победы в душах, восходящих к священному огню Бога. В 1977 году этот могущественный ангел объяснил свою миссию. Бог поручил ангелам Воскресения быть рядом с сыновьями и дочерьми, которые ускоряют свое сознание призывами к священным огням сердца, тем самым ускоряя свет Отца, Сына и Святого Духа внутри своего сердца действием магнита Великого Центрального Солнца. Именно мы, ангелы Воскресения, стояли у головы и у ног тела Христа в гробнице, заботясь об этом драгоценном теле, как ревностные хранители жизни. Я есмь тот ангел, что возвестил Марии Магдалине. Его нет здесь, он воскрес, как сказал «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Радость Воскресения живет в наших сердцах, когда мы поддерживаем силовое поле Альфы и Омеги для сына или дочери Бога, завоевавшего возможность пройти посвящение Воскресения. Сын этот способен тогда призвать и примагнитить огнем сердца и огнем священных центров ускоренный моментом пламени Воскресения, ускоряя клетки и атомы, переходя от одной чакры к другой. Сферическое движение начинается внутри сердца, а затем распространяется по часовой стрелке к чакрам выше и ниже сердца, пока все силовое поле не становится вращающимся Солнцем Света. Ускорение поддерживается сознанием Сына Бога, который пребывает вне тела, паря над этой безжизненной формой. Это сознание примагничивает все увеличивающийся моментом Света Я-Ессень присутствия до того мгновения, когда полный моментом трехлепесткового пламени из Я-Ессень присутствия вновь оказывается притянутым и закрепленным в физическом носителе, и тот, кто был мертв, возвращается к жизни. Таковы средства к преодолению. Данное посвящение проходят сыновья и дочери Бога, приходящие в храм Воскресения над Святой Землей. Его можно пройти и в Люксоре, в эфирном аналоге Великой Пирамиды под руководством Серапсиса Бея. Ангел Воскресения продолжил. Я вступил в гробницу, в которой лежал Иисус. Я вступил на камень. Я возложил на него руки. Я видел безжизненное тело Иисуса. Я видел Его Воскресение. Я видел, как Он вышел через открытую дверь. Его трехлепестковое пламя восстановилось. Свет начал пульсировать, а тело наполняться жизнью. Посему я есть очевидец этого события, которое подвергали сомнению на протяжении двух тысяч лет. Это победа, которая была и остается победой для всех. Мы научим вас, как ускорять пламя Воскресения. Мы станем вашими защитниками, друзьями и братьями-служителями. Пламя Воскресения – это мощный помощник в исцелении. Его можно призывать не только для Воскресения четырех нижних тел, но также для Воскресения души и духа людей, народов и даже самого земного тела. Ангел Гефсимании. Этот ангел служил Иисусу в Гефсиманском саду. Он приходит, чтобы укреплять тело Бога на земле, как укреплял Иисуса в саду. Ангел Гефсимании дал одну диктовку. Вот что он сказал. «Моя поддержка придет в тот час, когда и вы, подобно Иисусу, останетесь одни в саду, не имея поддержки со стороны окружающих вас благожелателей. И когда вы скажете, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, тогда и только тогда я появлюсь, чтобы укрепить вас для прохождения самого достойного славопосвящения часа распятия, когда Христос полностью освобождается, а душа готовится к воскресению». Субтитры создавал DimaTorzok